Это, на всякий случай, пятая часть трансляции, King's Bounty. Четвертая каротинечка была, четыре... О, кстати, здесь давайте по татэм поставим. И сразу он заливает ядом ассасина, прекрасно. Тут бэкстеп, минус один. Напрашивается ловушка, здесь или там. Лучше здесь, она сто процентов... Как, не сто процентов, но, скорее всего, подействует. Сплэшем бьем. Пошел ассасин наверх, этот тоже наверх. Может, даже стеночку поставить там. Но есть же еще заряд у одного из ассасинов, правильно? У этого нет. У этого есть. Соответственно, мне бы кого-нибудь подставить под него, но так, чтобы не сдохнуть. А, стоп, а почему я не хочу поставить каменную стенку здесь? Хорошая тема. Пусть мочат. Не факт, что шотнет в один ход. Там 350, что ли, хитов? 150. Нет, без шансов. Ладно, wait. Тут стреляем по лучникам. Вот этого надо подставлять под бэкстеп. А больше некого. Уже лучника отпускает, увы. Slow. Еще один тотем, чтобы задевал лучника, и люди их проходят. Он делает беззащитность. Кажется, это беззащитность же, да? Я так и не... Слабость. Минимальный уровень. Ну, короче, курс. Проклятие. О, выдержал ход. Смотрите-ка. Это очень хорошо. Так, а вот сейчас, я думаю, можно уже делать чуму. Бэкстеп пошел. Вот. Вот ради этого. Но под слабостью, видите, как мало урона наносит он? Классно. Соответственно, сейчас можно кинуть, например, масляное облако на лучников, потому что их довольно много с одной стороны. С другой я не хотел бы... И пробивать их, пробивать. О, здесь открылся проход, видите? И они пошли назад, не стали про... Класс. Просто вышел, не проатаковал. Шикарно. Slow. Тут подойти вот так, написать деф, сделать деф. Тут подойти так. Блин, вот я пиратами пропускаю ходы. Я должен пропускать ими ходы. Ассасин проходит. Так, наш ход. Значит, кто ходит дальше у нас? А где последовательность ходов? Почему не пишется? Кажется, у этого есть бэкстеп. Давайте попробуем его про... А, нет, уже нет ни у кого бэкстепа. Что ты несешь? Миша! Почему? Альт? Альт. Да, извините, я был неправ. Я думаю, что альт только в хп врубает. Так, короче. Нужны шипы. Нужно останавливать вот этого товарища ловушкой. Нужно простреливать лучника без штрафа. Раз, ловушка. Кидать сетку на этого и им уже заниматься. То есть... Нейтрализуем. Ну, просто он сейчас будет ходить, во-первых. Ассасины уже походили. И прям в него нужно впиваться, да? Через доп-ход, пиратами в том числе. Подставляем пирата сверху, его не так жалко. Не хватает все равно урона. Даже если сейчас доп-ход сделаем, скорее всего не добью восьмерку. Хотя... Добиваю. Хорошо. Плюгин еще один берем. Нужно всего лишь 17 где-то плюгинов до следующего звания. Не 50, а... Не понимаете. Так, ну вот эти вот барсуки будут атаковать. И это очень плохо. С одной стороны здесь пират. Сверху не обойти до следующего пирата. Но вот сюда нужно ставить ловушку. Прям вот сюда вот ставить ловушку. Раз. Дальше. Ну и ими заниматься сейчас надо. Яда уже нет. Лучника трогать даже не буду, если честно. Не хочет. Оттолкнул. Таким вот образом. Надо тотем уйти. Пауком. Ой. Вот. Пробивает пирата, который... А здесь ловушка. Шикарно. Здесь пауком отходим, потому что меня вот эта штука... Сто процентов. Сто процентов. Что-то на меня наложит. Я не знаю что. Рядом с лучником вызываем нейтральчика. Здесь уэйт лучше. Два, три. Лучше этого попробовать добить. С троечкой не хватает. Лучник занят. Слоу. Подходим. Вейт. Дев. И добиваем. Еще один плюгин берем. Хорошо. Держится некромант. Этот будет ходить следующим. И я бы, конечно, его подрезал. Подрезал. Понять бы, куда он уходить. Может, его на ловушку столкнуть просто? А, нет, уже ничего. Вот, давайте наверх. Он может просто по пирату пробить. И может пробить сильно. Смотрим. Самонит не очень... Нет, давайте по нему же. Зомбаря скрита пробивает. Ну что ж ты будешь делать? Ладно, у меня есть возможность зомбаря восстановить. Отлично. Этого не жалко. Этим добиваем. Еще один плюгин. Надо сейчас пару сундуков выкопать, потому что ярости, как вы видите, очень много. Единственное, как сейчас я могу зафейлить, это подойти слишком быстро, близко к тотемам. Тогда будет проблема. Выкапываем сундуки. Первый пошел. Желательно добить, конечно, пиратами, но мне кажется, что не получится это сделать. Стреляющего выщелкиваем. Тотем очень хорошо сделали, что убили. Потому что мне туда нужно подходить. Снимаем постепенно у разбойника здоровье. Как он правильно называется? Кажется, так и называется. Мародер он называется. От яда я вроде не умираю пока что. Я, конечно, мишки роды годные игру, я решил поиграть. Игра очень хорошая. Прям очень. Кидаю сетку, пофиг. Два хода, я думаю, мне хватит, чтобы его закидать. Игра очень хороша. Это Kings Bounty на максимальном уровне сложности с модом спортивной версии 1.8. Есть очень много ограничений самых разных. Дополнительных квестов, дополнительных предметов. Баланса значительно больше, насколько я понял здесь. Потому что... Ну что сложнее. Оригинальную игру я проходил за разные классы. Не на стриме, правда, но в отпусках, в поездках и прочее. Очень годная игра. Отвлекся. Я думаю, что пират другой у меня. Восстанавливаем ману. Я ошибся, друзья. Я потерял двух пиратов на сплэше от своего некроманта. Я подумал, что подвел восьмерку, а подвел 20 человек. Регеним ману. Так будет больше возможностей. Прокачали мы за четвертую трансляцию аккуратность. Теперь... Ну, увеличили максимальное количество маны, но это фигня. Самое главное — разрушение предметов. Для того, чтобы получать кристаллы. Кристаллы нам нужны для того, чтобы увеличивать уровень заклинаний на будущее. И целитель. Здесь еще плюс 5 маны и плюс 5% здоровья войскам. Также взяли в духе вторую мудрость. Это 10 маны и 10 ярости. Хорошая штука. Посвящение пока не стал брать, потому что у меня нет палачей, и... Ну, они только в будущем появятся. Надо было все-таки сейвов ограничениями поиграть. Нет, нет. Это глупая мысль. Я бы уже сейчас дважды начал заново. Особенно не зная, что будет впереди играть с ограничениями. Это для тех, кто уже прошел игру, знает, что впереди. А так... Глупость несусветная. Начинать в... Фактически новую игру играть с максимальным ограничением на количество ходов. Вот. Также глупость подставлять своего некроманта под первый удар, учитывая бэкстеп. Это все Василий пробка отвлек. Кстати, если мы возьмем этот сундук, тут будет ивент, нас сзади подожмут. И позже сделают. Поехали. Лучника нейтрализуем для того, чтобы не было потерь, чтобы не было случайных шальных выстрелов. Так, уэйт. Феликс, до свидания, до следующего стрима. Прощаемся с тобой. Пока. Удачи. Хорошего товарища вызывали, смотрите. Вызываем. Ставим тотемы на проходах. Я поставлю, пожар. Один ассасин бэкстебнул хорошо. Вот, удален. Оторжался, гад. И у этого заряд, и у того заряд. Короче, здесь мы делаем вот так. Но проблема в том, что вот эта паскуда бэкстебдит меня в следующий ход. Сто процентов. Если я сейчас буду ходить куда-то. А нужно ли мне ходить? Можно подгадать, немножко его подрезать и подставиться, когда чума будет. А это вот в два хода, например, убить. Раз. Раз. Два. Здесь ставим тоже в проход. Так. А он под слоу. И лучники будут работать, если я сейчас не сделаю барана. Короче, я не хочу сейчас сдвигаться с места, потому что вот этот товарищ меня может пробить. Я лучше нейтрализую лучников. Эти пока не доходят. Спокойно добиваем. Ну, это уже неправильный ход, абсолютно. Я путаю иногда демонологов. Давайте посмотрим, что за... Робин Гудман. Леди, я добрый разбойник. Робин Гудман. Делаю богатых бедными, а бедных богатыми. Значит, ты ничего не должен... Ты не должен ничего иметь против меня. У меня ничего нет. Все так говорят, леди. Но наша работа проверить правдивость ваших слов. Смотрите, у меня на руках годовая лицензия на грабежи и убийство от госпожи Арианы. Нас не надо бояться. Мы только поглядим, что у вас там в карманах и седельных сумках на лошадях. Гудман криво усмехает, усмехнулся и дал своим людям знак. Я не думаю, что тебе стоит лезть в мои карманы и защищаться. Никак не уйти. Давайте посмотрим на армию здесь. Мало того, что... А, секира пошла. Ой, второго уровня. Минус 200 хп. Вообще, это ерунда, это ерунда, ерунда. Но секира он меня... Ну, давайте, ладно, для разнообразия попробуем. Просто здесь спокойно одно направление блочится ловушкой. Просто изи. Но он будет меня постоянно резать. То есть постоянно секирой, секирой бить. Ладно, посмотрим, вдруг. И тотемчик, наверное, вот сюда, чтобы не было у него шансов пройти в другую сторону. Слоу, хорошо. Так, а дальше-то что? Сокрушающий можно оттолкнуть одного. Поставить здесь ловушку в проходе. И там ход два выиграть на ловушке. А взяться вот за этого человека. Деф? Да, снова секира, зомбарей режет. Тут без потерь именно такой армии крайне сложно победить. Поэтому как здесь делаем чуму? Кидаем кидаем ловушку наверх. Кстати, зачем мне чуму? Он же не пробьет меня, скорее всего. Давайте попробуем потанковать. Нормально, выдержали удар. Нет, рана. Пошли в обход. Пошли в обход. А здесь не успеваю подойти. Это плохо. Я надеялся пиратами потачить. Безответно. Снова секира. Ты только так и не заработал. Да что ж такое? А, все равно автозаполнение осталось старое. Видимо, кэш это не то, что нужно. Там эльфы вышли, а майкер в КБ играет. Майкер уже эльфов простримил 2-3 часа, пока тебя не было. А ты посмотри на ютубе записи Red Baron. Как тебе не стыдно, ну? Не подписан. Так бы анонс получил о том, что там что сегодня была трансляция днем раньше. Все посмотрели. Всех юнитов, всех героев. Прокачали трех из четырех героев до ульты. А ты претензии тут. Не стыдно тебе? Пойду смотреть. Ну вот иди подпишись сначала на канал, чтобы не пропускать в следующий раз. А то вот ну реально ну нет слов у меня просто. Нет слов. Суприм говорит спасибо, разобрался. С чем? Давайте к прошлому. Плюс сражение с обычными мобами без героев. Что-то там нет обелок. Здесь нет обелок просто. Нет случайных каких-то там рандомных с этих с пылов, которые в тебя влетают. скорее всего так ловушка наделать. это не так важно. Хорошо, ловушка сверху стопнула. поставлю костинку сверху, не нравится мне высокая плотность. блин, лучник еще оказывается, а я ставлю. спасибо спасибо большое спасибо. бэкстеп на пиратов, которых не очень жалко, но типа дополнительный. бэкстеп туда же. Ну все, два бэкстепа потратили эти гады. Сейчас я попробую масляное облако на лучника, чтобы... И, наверное, имеет смысл сейчас... Не, не сейчас. Этот замедлен, он не подойдет, эти сразу не пробьются. Ну я к тому, что чуму пока рановато использовать. Хотя вот верхний... Не, верхний тоже не пробьется. Чувствую ярости у меня много. Надо уже дракончику доп.экспу качать. Так, здесь замедление, но держимся. Дополнительный ход. Пожалуй, нет. Возьмем сначала сундучок. Здесь, я думаю, можно уже подходить ближе. Правда, я не знаю, слоу на этого работает, он не подойдет. Вот этих двоих, наверное, верхних надо сейчас убивать. Этот не подойдет. Вот этого надо. Или нижнюю. Поэтому возможности поатаковать больше. Верхних вообще отгородить можно. Ладно, давай сеточку тогда на тебя. Может быть, ошибка. Дальше чума. Сначала отгородимся каменной стенкой наверху. Ходик, хотя бы выиграть ходик. С этим разобраться. Дальше чума пошла. Тотем держится. И стенка тоже держится. Прекрасно. Стенка минус, но два хода они потратили. Здесь пытаемся пробить разбойника. Здесь врываемся. и через доп ход мы убиваем по-своему получили. Через доп ход убиваем мародера. Слушай, здесь, наверное, на обилку надо ее изнуть. Слишком много народу. Раз, два. Хороший очень урон. Добили. Плюгин первый получили. Варианты какие? Варианты вот здесь вот сделал дебаф. Правда, к сожалению, ассасин прошел. Здесь не должен как ты с критом он пробил просто. Он будет следом атаковать меня. Я не мог не проатаковать его сейчас. Это хорошо, это Плюгин. плюс. Надо посмотреть, 8 демонологов смогут восстановить 80 хитов. 110. Не смогут. Минус паук. Ошибаемся. Ладно, давайте последний раз. Если не получится, то я я уже с потерями пройду. Простите. Ну, крит ну, кританули. Причем у меня есть предмет, который снижает крит на 7%, но у него крит 25 вообще снижен. На 18 у него много. Собрались. непростые. непростые. Тут, видите, два ассасина, стрелки есть, спонтанный урон очень высокий. Непросто. Вызываем рядом, потому что если мы вперед пройдем, то у него спинка будет открыта. Ой, хорошее начало. Хорошо, демон держится. Так, у этого есть бэкстеп, да? И он будет следом. я не хочу сюда ловушку ставить, потому что этот, скорее всего, будет бэкстепом бить этого. Соответственно, эту клетку не пойдет. А я могу, например, попытаться остановить верхнего мародера ловушкой и лучника бить, пока без штрафа. Понимаю, что сплэш не работает, но... Да, он пошел также бить по спине. Хорошо. Здесь, кстати, вполне вероятно, что в этот ход пойдем. так все получается, можно идти потихонечку вперед. Можно реально выходить, чтобы больше урона наносить без штрафа, быть готовым вырываться. Ах ты, гад. Так, тут ловушка. О, ответку снимет еще, прекрасно! И я сейчас смогу впиться сюда. А что, дракончик? дракончик, непонятно, что стенка не стенка, не стенка или лучника убить, например. Здесь пройдет дальше ассасин, этот прорвется тоже. Этого убьем, этот останется. Не, мне кажется, надо останавливаться вот так вот стенкой. То есть этого мы за один ход убьем, но нам сейчас придется подойти тремя людьми к мародерам. Ответки нет, крит первый, удар. Лучшник приходит в себя. Здесь инициатива 6, инициатива 4. Нужно добавлять ход, к сожалению, и надеяться на то, что почему у меня ход у пирата есть еще один. А, потому что добавил только что. Память как у рыбки. Дурачок. Так, дальше. Либо мы ставим здесь ловушку останавливаем ассасином, либо мы закидываем облаком лучника. Облаком лучника, наверное, не стоит кидать, просто потому что сейчас пора уже чуму иззять. То есть ставим здесь ловушку. А если я здесь ловушку поставлю, то мне тотем убьют. И все равно проход откроется. Ассасин так и так не добегает. То есть пусть бежит, какие проблемы. Да? Да, давай сплэшим по этим. Точно? Да, пока нечем делай. Все, ассасин отравлен, пропускает ход. Вот это плохо. Этот будет все равно проходить, видите? Пробиваться будет. Это минус тотем, значит. Что сверху не пройти, он будет атаковать этот тотем. Я могу на него сетку кинуть, но мне же потом сражаться нужно будет с лучником. Короче, масляное облако на лучниках. Есть вейт. Ну, выстрелить, но толку мало, если честно. То есть я не убью, его дамага хватит, чтобы убить тотем минус тотем. Лучник стреляет по демонологу, это фигня. Ставим еще один тотем, там же, чтобы заблочить. Слабость. Деф 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 Ассасин пробивает вверх, проходит здесь. Сейчас пора чуму использовать. Но ходит следом вот этот ассасин, и я не знаю, что мне с ним сделать. В том ходит верхний. От верхнего, допустим, мы отгородимся. Но что делать с этим? Баран на него не действует. Подождите, этот добегает до моего? Да, он добегает потенциально вот до этого пирата. Короче, надо сделать вот так вот раз. С этим упырем что-то нужно сделать. миролюбие, может? Я не хочу тратить поражающее заклинание. А, мы можем разбудить дракончика с видком. ну, и столкнуть его, например, на заранее расставленную ловушку, как вариант. Давай, попробуем. А, естественно, дурак какой, вообще, какой дурак. Все продумано, да? И пират он под проклятием вообще ничего сделать не может. Видели, да, как рассчитанно все было? Просто дурачок, ну, вот реально, дурачок. Все, убиваем его пиратами, получая плюгин. Просто выходит, не атакует. Здесь кислота шикарная. Можно даже арестнуть, кстати. Вампиры, древние вампиры, класс. Жалко, у меня их нет в армии пока еще. Так, ну что, есть сеточка, но пока рановато. Wait, можно где-нибудь вызвать еще вот так. Вампир танкует. немножко отступаем. Wait. Вампир шикарно танкует. Надо сейчас откапывать. Уже начинать откапывать. Слушайте, а может реально тогда закинуть сетку на верхнюю? Ну, пираты у меня здесь тупят. Слишком слишком выкапываем сокровище. Кому-нибудь пошлем туда постепенно. у него над катя обилкой. Она же там через раз работает, да? Да, перезарядочка есть. Поэтому он сейчас шаг вперед сделает, куда бы он не встал, везде будет проблема. как раз вампира в мышку. Я твоя мышка. Тут бежим пиратами следующий ход ассасин убивать. Неправильно сделала, конечно. Заплакировали лучника, убили этого. Просто сейчас придет в себя ассасин уже. А я его не успею здесь добить. Поэтому я часть ярости трачу пока что на то, чтобы подрезать ассасина. Здесь стоим просто оттачим. вообще вот это надо эту штуку разбить. Или отойти от нее просто. Немного золота раз. А он же ответит мне сейчас. Ну ничего, это не те. Это как раз не страшно. Страшно то, что я в один ход его не забрал. Вот что страшно. и дополнительного хода мне не светит. То есть если я не хочу рисковать, то мне нужно хотя я не сильно рискую. Если одного мы сейчас убьем, это не да, вот хорошо. Все, 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 все. Разобрались. ах ты пес. Все, этим собираем сундук, этим добиваем, впитываем еще один выстрел лучника, скорее всего впитаем нормально. и и дальше просто пиратами идем добивать его. Не блокируем специально. Надо было уходить, может, замедление, как видите. Ах ты пес, ах ты пес. Пес съест меня. А нет, какой молодец. Все, наверное, штук пять плюгинов. Получили максимальное количество. Скоро звание через так, мне еще дали зелье ярости. Там есть вероятность зелье подрезать. Что по званию? 61 из 85 еще много. Но зато видите, во втором раунде мы получаем 10 ман и 10 ярость. Хороший бонус. Еще три боя без потерь и будет очень хороший бонус по лидерству. Плюс 500 или плюс 300, я не знаю, как тут работает. Добрый вечерок со стим. Надо тут паучка взять или зомбаря, не помню, кто здесь продает. Зомби точно продается, демонологи продается. И паучок продается. Все, набрали. Можно взять артефакт типа плюс лидерство. Но я все деньги свои потрачу. Так, на этом острове, кажется, есть еще пара врагов, пара отрядов, с которыми можно совладать. Я имею ввиду не героев, которые тут бегают, не корабли тоже с героями на борту, не вот этих вот героев, а именно именно убивабельные люди. Здесь корабль оказывается. сундук забыл. О, нет, там реально сундук был? Черт, а что ж я его не взял-то, а? Непобедимый. А может, и не осталось? А, вон еще вампос. правда, там смертоносный написанный. А, и вот здесь еще очень сильный. Вот, давайте с него начнем. Там реально народу очень много. Но, с другой стороны, чем больше народу, тем больше экспы. дают. дают. Как глядишь, до седьмого дотянем. На перспективу. Ну, этот артефакт бестолково покупать хотя бы потому, что ты его берешь для того, чтобы увеличить свою армию. А свою армию без денег ты увеличить не можешь. Как бы ты купил артефакты такой, сосешь лапу. Вот. Поэтому, ну, ну, не надо. Обыскивает смертоносный. Короче, здесь у нас это очень быстрый пак, это очень медленный пак. Так, что мне нужно? Мне бы желательно в первый ход тратить 10 маны. Просто вот не глядя спокойно. Минимум 10. Потому что в следующий вернется. Тут выбор небольшой, либо ловушка, либо баран. Ловушка дешевая. Дай ловушку. Сразу закидываем без штрафа. пиратик побежал. Раз. Да, давай. Лучше здесь вызывать сразу, потому что тут явно будет замес всеми лишний. Хорошо, ловушка первая сработала. Здесь нам тотемы ловушку поставить тоже, чтобы контроль был. Тут ваншот. Хотелось, конечно, вызвать... Нет, не надо, давай лучше ради плюгинов, ради ваншотов. Поехали. Помним про инициативу, которая есть у паладинов. Ставим здесь тотем, здесь ставим ловушку. Наверху очень медленно люди будут идти, так что нормально все. Дальше. Наверное, с верхних надо начинать. Хотя этот уже подставился, но я пока добегу пиратам до него. Поставлю стенку. Она там с одного удара уйдет, конечно же, но... подходим, чтобы не было штрафа, раз. Да. О, вот это плохо, что-то я не рассчитал, что там тотем не выдержит, не продержится их хода. Плохо. Это неправильно было, конечно. Тотем ставлю вот так, чтобы просто кастовал. И наверху мы поставим ловушку, а здесь будем уже кидать сетку и вот этого пирата убивать. Этот вытанкует, а вот этого надо убивать будет. Тут два пирата рядышком, так что будет все оп. Соответственно, сверху ставим ловушку раз. Здесь нет смысла атаковать, лучше дальних расстреливать. Потому что также без штрафа, плюс атакуй, атакуй, раз. Дальше двас. Жалко, пират второй не сбежит. Да ладно, вот прям так? Тогда этого пирата подставлю под этого. А данного через доп-код, видимо. Ай, он еще прилив сил делать. И мне паука гасит, хорошо, что есть резисты. Тут дополнительный ход превращается сейчас в руки. Но не должен пробить. Нормально живем. Точно чума. Точно чума. Здесь пока закупорено все нормально. Может быть имеет смысл даже... ярость не особо нужна. Ну а давай бараним. Мана есть. Чума пошла. Этот ход пропускает. Яд тикает. Пробиваем раз. Плохо. Пробиваем два. Три. Ярость надо тратить, Миша. Ярость надо тратить. надо дракончика качать. Я уже чувствую, что из-за пары обилок, из-за увеличения пула ярости, из-за того, что мне еще дают во второй ход ярости, получается все не очень хорошо. Ну то есть ярости много, а тратить я эффективно не могу. Здесь берем сундук. Думаю, может быть тряснуть даже птичку. Здесь явно поставить ловушечку надо. птичку резнуть, чтобы птичка не резать. Так, а сможем оттолкнуть его? Хватит ли нам дамага? Не смогли. Я не хочу сплэшем своих пробивать. Ладно, стыляй так, пока что. паук еле живой. Вызываем здесь покажет. он вызвал волка а как так получилось почему волк про атаковал уже на ловушку попал что не обилка какая есть я не знаю как началось на сам виноват у меня была бы страховка сейчас на резурект если я не подставил своего паука под тотем реально сам виноват как игра игра шикарная игра хоть и старенькая но очень хорошая собираем сундуки получаем рассеивание вызываем лучше у себя вызвать демона там вопроса за месяц в один ход как вы же быстрый здесь пробиваем 2 слово отлично 14 яросты и полная мана я бы превратил в барана верхнего но он реально мешает мне как правда вот здесь убивать вот я чтобы убить нужно верхних убивать здесь типа блочить нейтралом а убивать-то верхнего получается надо ну я щас опять подойду пауком и и что получится даже подтолкнуть его сюда здесь вытолкну просто чтобы освободить слот и поставить еще одну ловушку а подожди пёс пройдет ну ладно пусть проходит он не добежит все равно нас баран убегает очень плохо я на него рассчитывал просто на этого барана в конце концов кто меня гонит правильно тотемы работают работают враги не стреляют не стреляют еще и лезу демон тем не менее не под управлением поэтому но у него прокнул прокнул урон дополнительный точнее ход здесь ставим также может он сюда поставить ловушку отталкиваю там тяжелого таким с баунти 2 кстати выйдет в двадцатом году я видел еще года полтора назад анонс отступает гад соберу пока подойду пока это жалко но они отрабатывают прекрасно зомбаре и прям лучше из лучших думаю пора чуму и вязать что здесь могут прорваться людям точнее от я должен врываться наверное посмотрим как они пойдут этот волка и сжирает минус тотем погоди-ка вейт вейт и этот гад тоже работает слоу ок вейт серьезно он никуда не прошел у нее инициатива больше у нее инициатива больше так он ходит вторым это первое утверждение и это очень плохо я забываю что у пиратов инициатива конская барана его не превратить он будет атаковать мне точно пирата на нем пока что еще висит чума но я каменную кожу не могу поставить на нем оттолкнуть дракончиком сверху не могу там мешает варианты вариантов очень мало можно ядовитый плевок сделать это еще дебафнет его дико можно попробовать реснуть но некого ресать атаковать точно смысла нет потому что я своего задену и сейчас будет удар он убивает меня одного пока что терпимо вызываю демона для того чтобы отвечать этого волка потому что он тоже пойдет вперед хорошо отвлекли здесь агру снимаем я бы еще поставил стенку здесь с дополнительным ходом мы этого убьем этого мы можем при ну паучком там под подрезать дополнительный ход у оборотня кидаем дополнительный ход сюда помню что пирата надо нам а его отпустил он уже не под чумой но он не пробьет мне паука вообще никак не пробьется такими статами будет 70 урона у него какой 70 какой 70 13 не хочешь добиваем плюгин раз соответственно можно сейчас преснуть его просто чтобы появилось какое-то место он будет ходить третьим а нет смысла его здесь держать надо убивать можно было подставить пиратам но если честно я не очень хотел ну не дай бог он убил бы столько что я не смог бы справиться с ним помним про то что желательно пиратами добивать но волк напрашивается потому что он очень маневренный отступлю оставлю ему только две цели вызванные для атаки пока нет особого смысла тратить сетку wait стреляем он какого-то из пиратов там человека 3 наверное съест нет форму принял вызвал волка ну поехали надо его пытаться убивать ответку снимаем ответки нет не понимаю почему я тебе подставляюсь под тотем но теми кого в общем то не очень жалко раз мне по пирату опять может протоковать надо короче сетку кидать потому что я не контролирую ситуацию но опять может мне ударить по пирату и и все работаем 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 слоу как раз кастовал тут расстреливаем можно позонить его но пора уже сундуки я думаю выкапывать это м19 майкер что он выпил зили привет привет настолько времени прошло у меня не очень стрессовая работа конечно бывают проблемы которые крайне сложно решать и в одиночку их решить невозможно просто невозможно буквально потому что не можешь быть там хорошим например адвокатом или хорошим разработчиком одновременно при этом там еще стримить и так далее но у нас очень хорошее комьюнити и оно оно выручает так здесь надо бы отступить немножечко не хочу я на паладин раньше времени лезть сейчас пока сделаем достанем пару кладов определим кто побежит достанем два плюгина отсюда под кайтим по атакуем палочи наверху ранжовыми атаками так безопасненько здесь дорежем раз все пиратом добиваем и посылаем одного пирата наверх это не не страшно так что делать дальше дальше надо как-то паладины очень жесткие их крайне сложно пробивать не хочу тратить сокрушающий удар максимум просто сундуков сейчас придумаем что-нибудь ну там резуре к ним кому-нибудь рядышком например потанкуем снимем агру и он не маневренный это а там глядишь и сетка откатится и сможем его нейтрализовать на пару ходов пробегаем пиратом раз я думаю одного пирата вполне хватит что значит базовый опыт когда на белку дракончик наводишь дракончик качается тогда когда ты используешь его способности насколько мне известно эта механика изначально такая еще я воскрешу пожалуй а сетка уже появилась извини извини главное вот единственное что я могу сейчас сделать неправильно это выстрелить по нему и сплэшем своих задеть а так нафейлить почти больше негде пока не побегу вперед здесь деф wait одного убиваем хорошо вот сейчас не атаковать сейчас протакуем про атакуем про атакуем про атакуем собрали один сундук у него инициатива 3 его уже отпустила я сначала сбиваю агру с ним вообще на него беззащитность какую-нибудь поставить было бы неплохо сейчас нам дракончиком просто еще ударить по нему дракончику уже пофиг он пробивает очень хорошо хотя снижается я вижу урон почему-то у него же сейчас где-то 130-150 и тем не менее нанес он меньше у него там настакивается защита просто из-за стальной брони из-за вот мастерство получая урон трижды увеличивает базовую защиту так здесь деф он восьмым будет ходить деф атакуем агру снимаем не должен пробить паука вообще никак так 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 собираем не хватает до урона ха 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 на кого он может пробить не он никого тут не пробьет надеюсь тем более он скелетов хочет но скелета не страшно урон недостаточно высок так деф 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 ради плюгина убиваем ееееее бой без потерь довольно много врага здесь было экспы дали видите почти четверть так вот ах либо дракончика грыдануть очень хорошо и как раз помните ярость все дела либо все еще взять кладоискателя и копать 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 не давайте лучше скрушающий а то он давно его не качали сейчас подрегеним ману и последнего врага на этой карте из убивабельных попробуем забрать это у нас вампос который охраняет кстати карту может быть имеет смысл потратить на него экзорцизм потому что новая карта это новые сундуки новое лидерство новые для найма воины скилл растет приятно наблюдать на самом деле нет мне кажется что нет все просто стало значительно проще когда в армии появились некроманты нпс и повысились характеристики то есть так то ну ладно спасибо тебе я понимаю что тяжело смотреть за мучениями бобра ну что поехали там есть лучники пираты вампиры и разбойники мародеры лучников дофига но это закрывается просто сразу мы ээээ превращаем его в барана ну 88 лучников как это убитно экзорцизм тут не нужен явно ну что только один вампос и отстреливаем прям лучников такая задача будет черт прорвался ладно наверху мы поставим ловушку ок здесь допустим кинем сеточку и вампоса начнем я просто сейчас некем танковать мне нужно вампира ушатывать чума на него не действует ииии так ладно здесь вызываем здесь подходим ближе к вампосу вызываем пиратами готовимся бить следующий ход тотемчик ставить надо как-то по грамотному чтобы своих не ну короче куда-то сюда ставит тотемчик блочить тут особо нечего этот сучок будет ходить вторым без ловушки здесь не обойтись верхний хрен с ним а вот этого надо простреливать хороший крит ловушка ой там урон под полтысячи не знаю я бы оттолкнул дальнего начало следующего хода мы отталкиваем этого ставим снова в ловушку а пока что надо убивать каким-то макаром вампира блин это нельзя делать подожди дэм да мало урону как а а а вампир очень плохо и там же случники вернуться и мое все не могу короче смотрите какие варианты этот шок нет не любого вариант надеяться на то что после чумы этот не пробьет еще один баран или может быть все таки масляная дешевле будет не хочу маны много тратить весь чума точно сейчас вопрос да сразу двоих но вообще-то вполне убивабельные враги вполне может реально с облака начать сейчас я прикину как так вампос заблочил делаю масляное облако у лучника просто скорость перемещения две клетки и из-за этого он очень часто теряет ход вампир до всех долетает и это древний вампир 100 хитов дни кро энергию качать до третьего там не пишется но видите здесь уже проспойлерили что она попробуем сама на подставим не знаю как это зайдет подхожу максимально у нет я думал сокращение 30 процентов лучника остановит но нет не останавливай ладно через барана все равно не хватает здесь вот не хватает мне урона для того чтобы с теми же самыми лучниками справиться последняя попытка может если мы какой-то стак убьем потом воскресим пойдет нормальный процесс что мы сможем танковать людей может быть может быть но пока я просвета здесь не вижу надо видимо отталкивать поэтому вниз и тремя атаковать вампусом опа нет вейт подожди там волк еще не сходил сейчас погодите есть идея надо правильно поставить тотем чтобы волк не сожжал по низу наверное здесь вот так максимально далеко от этим он не интересен потому что будет проход здесь вызываем подлучника под будущего нейтральщика сейчас нужно отталкивать ставить ловушку сюда сначала отталкивать ну что пирата как я его остановлю мне нужно как я верхнего пирата остановлю он же добегает мне не выбегает чума или рановато для чумы пусть литра зоксин пират ловушка верхний не добегает а здесь мы типа впиваемся в вампусом мало урона очень мало урона там барана фреджет если сюда встану в следующий раз я и они прорывают мне не хватает урона просто тупо не хватает урон здесь атаковать нельзя неправильно расставил нет тут с такой армии здесь без потерь выиграть вероятность очень низкая но надо запомнить это это несложно то есть на следующем левеле уже можно подойти и попытать удачу все идем на а давай на болос плаваем здесь правду как видите я бы ночью подождал серьезно потому что такой колоссальный бонус андеды получают у меня нет особо ограничения хоть и мод турнирный но я не на рейтинг играю хочу просто пройти жду ночью никак не могу дождаться вроде темнеет стемнело щас посветлеет видимо на класс а можно как-то подождать здесь нет какое-то время а то я так долго плавать буду типа подождать до ночи нет слева над золотом показывает время суток а вечер так осталось то господи 9 минут и мы уже в дамках время идет классно спасибо большое можно посмотреть сколько сейчас просчитать сколько нужно плавать осталось несколько минут так у нас за рядышком злобоглаз немного сильнее там кроме самих злобоглазов ничего опасного и не вижу все и стемнело класс динамическая смена дня и ночи но медведей очень много но медведя на ловушке попадаются очень хорошо я начну самого жесткого паком и змея видимо очень прям очень нужно было золото она целеустремленно поскакала так 30 от злобоглаза немного лидерство не позволяет видимо чармить злобоглаза у него есть хорошая способность но недостаточно так этот вышел вперед попался в ловушку татэм чеки ставим где-нибудь просто в тылу тут у них всегда будет место куда ну куда они могут пробежать травление должно работать хорошо на медведе огонь отравления ага здесь скорее всего сеточку надо кидать на верхнего потому что он самый жесткий в плане количества этого мы ловушкой останавливаем потому что он должен а нет он может здесь пробежать да может пробежать на чуму сразу зачем а там пираты уже могут бить нам нужно понижать вражеские статы давайте оттолкнем этого медведя ловушку поставим где-нибудь а сейчас у нее нет выбора он должен сюда припрыгнуть хотя есть выбор но я надеюсь что он будет бежать просто прямо подставим ему паука как ближнюю цель и змея все испоганил молодец но с другой стороны сейчас он не добегает тупо не чарм подействовал а она вызванного точно вызванного там проблемы с лидерством раз до вас хорошо медведь в спячке я бы поставил еще один тотем ладно эту вытанкуем это тоже под дебафом пока что злобогалас травим весьма и весьма успешно пара папа лучше медведи дальше здесь выстрел сплэшем шикарно добивать не добивать мне кажется вот здесь медведя надо немножко оттолкнуть он мешает этот сильно не угрожает верхнего мы допустим пиратиками заберем а вот плохо-плохо-плохо рано мы протокуем так я не хотел резать потому что не факт что 56 плохо давайте этого добьем он следующим выходить прыгин получили этот не добегает слоу на змейку этого травим шикарно тотем и просто работают превосходно просто превосходно добьем добьем сейчас внимательно по последовательности 459 типа копать надо уже наверно паука отводить к чертовой бабушки избавляться ну медведи на пару там заборят один ответку снимет второй туда-сюда норм давайте дракончиком на всякий случай убью злобоглазым что он мог выстрелить может выстрелить как по пауку так и по в общем выстрелить по пауку потом мне агру нечем снимать с медведя не надо просто не надо если воскрешаем даем ему цель да видите минус пауку просто от яды что я не просчитал отступаем wait начинаем вытаскивать и возвращаем паука на к жизни и то не факт что хватит возможно даже придется просто быстро убивать там агро снята снято снято на крит повезло сейчас надо просто до начала следующего хода змеюку ушатать это сделать вполне по силам я даже так пробью его ну да сундуки жалко не собрал но чтобы им сундуки собрать я тут реально рискую пауком тик яда еще один будет 23 здоровья у него идет тотемы надо убивать и если не убивать то бежать мимо них это тоже риск на мой взгляд не оправдан и паук все равно умирает паук все равно умирает извините пожалуйста был не прав а как так получилось а змея так получилось просто змея издалека это королевская она очень хорошо травит и вот такие вот пироги и подходим собираем и и туп не робит ну надо надо починить я локальную запись делаю в любом случае там проблема в том что на рестриме на в полях работает автозаполнение и то ли кто-то это делает в ручками то ли это автоматически система там проверяет и автозаполнение срабатывает и сбрасывается у меня ключ мне нужно сделать так чтобы в этих полях не работало автозаполнение либо там задачу поставить на наших либо ручками это сделать у себя так или иначе проблема известная но я ее так и не решил короче здесь также делаем сетку на дикого медведя на одного при этом надо каким-то образом так ну этого отталкиваем он не добежит с верхнего надо агру снять медведя он мне мешает очень сильно даже змея не мешает взбиваем агру уже риск идет потому что видите я тут даже близко все минус два пирата я могу двух пиратов насколько я помню восстановить нужно дамаг 5 там еще змеи это отдыхает спит реген от этого мы убьем неправильно сделал опять со змеей нечего делать хотя он достает руку от 1 до 1 пирата может быть и зайдет я не могу пробиваю сплэш хорошо блин ну третье а это не тот первый нормально подрезали раз добиваем 2 добиваем 2 сейчас мишка придет себе нанаем слоу слоу это хорошо воскрешаем ну че пусть спит что ли отходим так wait пират хрен с ним надо попробовать восстановить 140 двух пиратов будет медведя снимая агру может быть и правильно этими вперед медведь будет ходить следующим но у него тут целей масса причем он скорее всего не пробьет паучка у меня задача змейку сейчас убить наверное поставлю ловушку вот так и пододвину его к пирату с уроном с хорошим пират убивает 2-3 дракончик 2-4 еще ловушка одного двоих должно забрать троих все плюгин получили медведь один к четырем чтоб нужного человека проатакует он атакует ненужного но паук справляется с напругой держится короче говоря он слушайте а сейчас я бы уже клады повыкапывал у меня есть свободное привидение с одной стороны ну или пиратик направо уводить лучше привидением с сниму агрессию этим проатакуем а пиратом этим пойдем сюда тут подходим и вызовем так злобоглаза ближе окей пират лутает первые полтысячи здесь плюгин не подходим ценными к тотемам ни в коем случае привидение не страшно здесь нашего но это пофиг здесь деф вызываем еще один клад непонятно как его собирать кем его собирать потому что вот это вот вызванный упырь он мешает привидение не долетает я бы тотемы поубивал а слушайте если я кину сетку тотемы же не будет работать правильно нет будут будут ерунду несу будут конечно они же не его они же наши они по-своему работают злобоглаза остался один для злобоглаза сейчас ушатают собираем сундучок есть деф расстрелим так да и убивают ну ладно сундуки взяли жалко что не добили почти левел получили еще кстати сразу сундучок в сундуке еще косарь уже 12 с половиной тысяч и поднимаемся наверх здесь было несколько врагов с которыми я тоже в свое время справиться но никак не мог а сейчас очень сильный леденец леденец это кто-то новенький не-не-не-не он еще быстрый а тут новый сильный хорошо оторвались от леденца а здесь чисто милишники гиены мародеры в эти берсеркеры с критом самые шустрые это гиены и по инициативе они довольно быстро поэтому ставим под нее ловушку и сразу травим выдвигаемся вперед стреляющих как вы видите у него нет гиена пропускает ход хитрая какая вызываем поближе помним про атаку через клетку я как-то слишком мне кажется риена лезу вперед потому что я не оцениваю дистанцию тут слоу на ближнего очень хорошо да видите достала я не помнила насколько и ловушка просто взяли оббежали ловушку так и что мне делать стенку надо было конечно поставить ладно допустим здесь мы делаем ловушку этого закидываем сеткой здесь ставим стеночку давайте сразу да нет не нравится стенку разбомбят сразу же ладно хрен с тобой сначала стеночку сейчас берсеркер он очень опасный у него крит высокий насколько я помню раз здесь есть кому потанковать начинаем с чумы здесь ловушка кто бы не прошел он все равно заблокирует другого поэтому подойдем вот так даже пожалуй ой отлично подошел кстати красавчик тогда атакуй просто не должен пробить он себя гиена не пробила ход выиграли отлично этот попадет на ловушку соответственно мочим просто берсеркера пиратами и ранджевиками через клетку опять забыли стенка сверху минус но ход мы выиграли ой дурак ой дурак надо пирата подставлять я забыл что у меня есть мудрые самоны которые ладно здесь танкуем норм здесь все равно ставим стеночку потому что заходит и татамы там как раз стоят отлично дальше стреляем мы по своим нет лучше по дальнему там тоже по тотемам правда но здесь пробиваем ответка слабенькая гиена подтупливает стенка держится слушайте а плохо с слишком небольшой урон крит повезло так 5-9 этого мы добьем наверно надо резать ой гниющий зомби да ладно он сейчас снова может дополнительный ход и тотемов там расставить здесь вайт тут стреляем по медведю все таки тотемами заставить они каждый ход по 4 каста будут давать наверное даже я боюсь что медведь уйдет не туда давайте вайт вайт там тотемы работают просто шикарно раз два я не хочу лезть вперед на своих же вот в чем дело нужно как-то отойти специально прямо отойти в и 1 а 2 это там и а там да Нет, он на зомбаре. Чего зомби не отошел? Ставлю там больше татемов в тылу врага. Они очень странно себя видят. Привет, тамплер. Были бои с потерями? Да-да-да, были против героев бои с потерями. Ну, когда начинается бой с того, что тебя бахает какая-нибудь секира или прилетает стрелка, и ты понимаешь, что за 2-3 хода ты не убьешь человека. Ну, то есть, следующий ход он тоже кастует. И все. И потери есть. О, и она дошла. Шикарно. Давайте, наверное... Вот сюда заманим. Wait, wait, wait. Ой, дурак. Ну как? Ну зачем? Надо пытаться отталкивать медведя. Он пробить меня может. Ну как? Ну почему? Гена стояла уже рядом. И зачем она на зомбаре-то пошла? Вот какая логика есть об этом? Я не знаю. Вообще, они действуют крайне странно. Все уставлено. Чуть назад надо уходить. Потому что куда этот медведь шатнется, я не знаю. И надо вытаскивать... И надо вытаскивать... То же самое. Потихонечку их обескровливаем. Стараемся добивать естественным... Зомби наверх. Так, это же вызованные зомби. Я могу адрес снимать с них. Можно. Ответит, но не... Не, не ответит. Все, подходить, возможно. Погоди. 5-4-3. Этот не успеет. Этот успеет протачить. Давай скинем сетку. Все-таки на медведя не хочу. Они самые сейчас опасные. А давай троечку снимем хэпэр. То есть так он, если протокует пирата, он не убьет его. Пофиг. Подводим пиратика сюда. И спробиваем раз. Два медведя спячки. Собираем сундук. Три кристалла магии. Прекрасно. Вот нижнего надо как-то еще... Правильными людьми убить. Нельзя туда подходить. Так, давай тебя сюда подставим. Под нижнего. Здесь мы пробуем медведя в спячке. Слоу. Отлично. Эти зарубятся. Этот не добежит. Деф. Деф. Здесь ответочка. Деф. Деф. Этот убьется. Этот убьется. Деф. Отлично. Плюгин. Этот убьется. Не убьет. Медведя добиваем. Максимальное просто количество Плюгина. Пять штук собрали. Точно. Ес. Так нам скоро второе звание дадут. И левел ап. Еее. Зелья ярости выдали. Хорошо. Левел ап. 1, 5, 6. Великий стратег. Дали. Без потери. Дали эксп... Плюс 500 лидерства. Еще 20 боев и максимальный этот. И 1000 лидерства. Двух. Нет, дали именно 500, а не 300. 500. Срочно закупаться. Посвящение качаю. И надо третье посвящение. Пока новых не дали. Но мне нужно прям третье посвящение. Так. Надо было набрать, кстати. Давайте не поленюсь. Вернусь. Закуплюсь. Ой. Риска говорит. Привет, Миша. Ничего не понял, что происходит. Можно те, кто в тонке, но выглядит красиво. Но я видела, что ты считываешь. ГГ и хорошо стримы. Сереж. Это Kings Bounty. Классическая стратегия прародителей, так скажем, четвертых и пятых героев. По крайней мере, создателей, насколько я понимаю, общие. Называется Kings Bounty. Есть легенда о рыцаре. Есть принцесса в доспехах. Там еще несколько компаний. Вот. Это принцесса в доспехах. Максимальный уровень сложности. И мод, который называется спортивный, версии 1.8. Перебаланшенный, хороший, сложный мод. Тут еще на рекорды. Можно с ограниченным количеством сейвов играть. Но для меня челленджа хватает. Тут ты определяешь не только класс. Еще определяешь расу, которая у тебя будет основной. Ты ограничиваешь себя одной школой магии из трех. То есть больше ты не можешь ничего взять. Но зато... Зато сложно и интересно. Самый первый КБ был в 90-х годах родителем героев вообще. Да, я услышал об этой игре. Слышал, спасибо. Нет смысла опять покупать этот артефакт, потому что денег нет. Я бы еще демонолога взял одного, потому что он мне помогает воскрешать. В случае чего... Ну, это монолог на Дебире. Кстати, возможно, у нас уже есть два... Два косаря трофеев. Не знаю. И мы можем, типа, улучшать. 2.300. Тренировать воинов второго уровня за... Воинов второго уровня? У меня есть вообще воинов второго уровня? Зомби. Давайте сохранимся. Я не знаю, что это за механика. Вы повысили максимальный уровень тренировки. Улучшить гниющих зомби. Варианты развития. Нет вариантов развития. То есть, видимо, это уже улучшенный вариант. Правильно? Когда деньги постоянно надеваешь. В смысле... Получил сейчас ачивку Великий Стратег. Получил еще лидерство немножко на ловелапе. И все. И денег нет. С этим, кстати, можно сходить и попробовать шатнуть. Шатнуть. Не, давай лучше на третий. Да я думал, на Алом Ветре взять... Взять... Убить всех вам посов. Помните? Пак. Ай, поторопился, попил. Этот очень сильный. Но я думаю, что внизу будут еще более простые товарищи. Сильный просто. Давайте посмотрим, что за леденец такой. Так, шесть злобоглазов. 60 лучников. Что же вы делаете? И 21 леденец. Урон слабенький физический. Здоровья много. Защита хорошая. Второго уровня всего лишь. Выращивать кристаллический сад из трех кристаллов. Хрупкое препятствие для врага. Количество кристаллов магии. Замораживать всех в радиусе двух клеток. Дружественные замораживаются вероятностью 50%. Обменивайтесь любым другим отрядом, в том числе противника. Базовой сопротивляемостью к всем типам урона. Инициатива высокая. Скорость не очень. Пока не понимаю, в чем их смысл. Закидываю пока что барана на лучников. И... Гасим злобоглазым. Ползет, гад. Что, больше негде вызвать? Плохо. Минус два пирата сразу. Ё-моё. Двух-то я восстановить могу, но проблема-то сохраняется с тем, что... Мишки не доходят. Мне кажется, пора... Делать шуму. Злобоглазый дракончиком выщелкивать, пытаться... Два-четыре. Дракончика качнули. Ну, именно сокрушительный удар. А здесь уэйт. Здесь не вызвать опять. Он еще орет, так вы слышите. Опять по пиратам следует. Да что ж ты будешь делать? Ну, серьезно. Так, ладно. Уже лучники пришли в себя. Тоже огромные проблемы. Туда нужно вызвать кого-нибудь. Ну и все, я тут не могу ничего сделать. Пираты скипают ход. Нет, с этим ничего не сделать. Я даже не посмотрел на леденца, что он... Что он... То есть, получается, есть улучшенные варианты воинов любого уровня. Правильно? Давайте на болот, только не на этого упыря. Очень сильные, но все милишные. Давайте посмотрим, если архитектура будет нормальная, то... Ну, здесь можно как-то кучно встать. Ё-моё, сколько же там народу? Надо где-то здесь организовывать, ставить тотемчики, ловушки делать. Ловушки причем делать со стартом. Причем, видимо, на гиену. А, проходи вперед, только мешаю Ловушка, раз Точно вызывать Делать просто кучу Стеночкой отгородить, чтобы лишнего не пробегало Это самые классные, кажется, медведи Вот эти беленькие, они плотные Да, 130 хитов В этих 60 Ставим тотем за спиной Мне кажется, они прорвутся Готов ли я? От этих я на две клетки отступлю Этот тоже ходит со скоростью двоечка Просто у них была хоста на первый ход Так что, в принципе, можно разок выстрелить сейчас И даже кого-то на ловушке по этой самой поймать Давай толкнем верхнего Поставим ловушку ориентировочно вот сюда Скорее всего, белый медведь на нас побежит Уходим вот так Уходим вот так, wait Дальше Ой, ну... Ну ладно, он ход выиграет один Не дойдет, не дойдет, wait Не дойдет, не дойдет, wait Раз Этот на ловушке Хорошо, травим Этот не на ловушке Как они обходят? Я не пойму Как они все доджат по-царски, а? Сейчас надо как-то убиваться Блин, медведей Снимай его агро Призванный пиратом Вот такой просто Чума пошла Уже пора Так, сейчас очень внимательней Ты можешь с одной стороны Этот, не, не нормально Короче, белого убиваем Он отвечает Это ты почему я так ответил? Атака 30, почему? Потому что звериная ярость Атака увеличена, понятно Неплохо, неплохо Ладно, он отвечать больше не будет Мы пиратами заберем Здесь прикрыто Надо сверху прикрываться Даже Даже близко не пробиваю Так Я... Нет, ребята, это... Его можно убить, но я ошибаюсь Я очень часто ошибаюсь Простите Давайте поищем кого-то попроще Равный по силе Но тут Северная воительница, друид Ну посмотрим Северная воительница Это новый юнит какой-то Что мы о ней знаем 150 хп Статы классные Она четвертого уровня Крит низкий Хорошая сопротивляемость Физическому урону Существа Первого третьего уровня С лидерством меньше Не отвечает Красавица Мужчины-гуманоиды С вероятностью 30% Промахиваются Сраженные красотой Девушки Морали всех медведей Плюс Метает во врага Копье Сгусток ярости Остается Урон космический С копья Призывает Неуспевших Достичь валхалы Варваров Викингов Бресерков Воскрешает еще Хорошая штука Хорошая очень Так, друидов мало Но я бы стопанул Боительницу Она Мне вообще тут не нравится Если честно То есть Совсем Ой, ну конечно Вызываем Друид Друидов Что? Что это? Разбегается И мчится по прямой К выбранному врагу Я не знал Вообще Что такие обилки У него есть Ведь раньше Такого не было Ну не было Такого В оригинальной игре Просто не было Вы видели? Давайте Попробуем его Остановить Раз Какая она Быстрая Все Закидываем ее Сеточку В нее Нет, не закидываем Или закидываем Она же будет Следующий ход Первый ходить Закидываем Увы Увы Потому что Пирата второго нет А на этот раз Он вызывает Йотуна Отличный тотем Наш ход Наш ход Сразу Чума Третьим будет Входить Да Вот это Меня беспокоит Пробиваем Скорее Если ловушку Ставим Чтобы По пиратам Не прошли Хорошо А у нее еще Мужчина гуманоид Промахнулся 30% Класс Просто класс Но она все еще Не будет ходить Да Опять не добежит Давай так Так Этот ударец А пирата Убьется Пиратами Нужно Воительницу Убить Окей Убился Плюгин Первый Чаржнуться Может Давайте поставлю Ловушку Вот таким образом Постреляю По дальнему Да Чаржнулся Я его поймал Еее Учимся Учимся Враг Ответит На удар И она же Будет ходить Второй Да Ну я могу Конечно Тут Ворваться Но не хочу Во-первых Подходить По два Тотема Если честно Да Находит Второй И я Видимо Надо Сокрушающим Мочить Давай Сокрушающим Причем Вниз Потому что Если она будет Атаковать Пирата Верхнего Она пробьет Его Если наверх То я еще Труп Перегоражу Здесь Воскрешаем На ее месте Появляются Привидения Здесь Уэйт Получается Привидение Терпит Но ничего Оно Привыкшее Тут Потихонечку Гасим Вейт Вейт Ждем Какие-то Тотемы Ай Пирата Все-таки Забрал Ну что Добиваем Этого Ой Ошибка Ж А он Не добежит Какая ошибка Агру Сниму Чтобы Пауком Проатаковать Следующий ход А что умеет Йотун Он очень плотный Очень мощный Урон У него Поглощает Энергию Ледяных кристаллов Восстанавливает Жизни Поражает Ледяным дыханием Перезарядка Вызывает Падение Вокруг себя Отселять Оживлять Леденцов Очень хорошие статы Высокий Под сорокет Что мы делаем Как нам быть Этот будет ходить Вызываю Зомбарей Причем Гниющих Зомбарей Точно сокрушающий И надо Пауком Будет его бить Потому что Он может Мне пирата Убить И надо Пока не забыл Пирата Воскресить Тут привидением Улетаем Чтобы можно было Добить Ради плюги На медведя Не Сетку я оставлю На последнем Он атакует Кого? Пирата Нормально Пират Плюгин Раз Потом Сейчас Пират Еще второго Пробьет Нет Лучше Не им Пробивать Лучше Этим Пробить Но тот Не убивал Плюгин Два Слоу Дальше Мы Ох Опасно Воскресить Ты хотел Помнишь? Дальше Я думаю Врываться И уничтожать Тотемы Воскрешаем Кладоискатель Обязательно Сейчас Всю ярость В пару Сундуков Вкидываем Тут Подставляем Привидение Закидываем Пожалуй А Мы не можем Закинуть на него Ладно Закидываем на друида На всякий случай Чтобы он Случайно Не убил Точно вызываем Кого-то там Внутри Дыхание Сплашем Которое проходит Прорываться Прорываться Пробуем Очень везет С тем Что тотем Бьет верхнего Второй Слоус Костова На кого-то Забираем Бабло Убиваем Тотем Проходим Пиратом Заходим Вызванными Существами Вперед Здесь Деф Здесь Можно Про Мощный Рез Им Одного Пирата Как и Планировал Это Может Не мешать Неплохо Опять Везет С тотемом Он его травит Да я думаю Кому Ход Нельзя Просто так Брать И подходить Зомбарем Можно А пиратам Нет Пиратам Надо Делать В последнюю Очередь Может там Сплэшем Его Обилки Могут Задеть Меня И Сплэшем Свой Может Убить Таким Вот Образом Снимаем Ответку Отлично Снял Ответку Пробиваем Вызываем Сундук Сейчас Надо Попробовать Пиратам Последним Добить Не знаю Хватит Дамага Или Нет Хватает Рассчитывал На крит Крита Не Произошло Ага Тут Еще Вызвали Блин Надо Убить Этого Раньше Потому что Сейчас Свой Начнет Стрелять И Все Я Не Могу Его Раньше Убить Он Четвертым Уже Будет Хотя Демонолог Может Жахнет Плохо Ну да Здесь Всеми Пытаемся Его Добить Да Демонолог Убивает Не буду Ждать Потому что Дальше Ходит Вот Это Упырь Подходить Нельзя Сначала Сначала Убить Тотем Потом Подходить Основными Основными Хорошо Крит Возможно Посмелее Пират Подержал Это Скип Это Скип Это Не важно Это Не важно Здесь Собираем Ключевое Это Пират Сейчас Добить Двух Последних Пират Это Первый Пошел За Звание Дают Тебе И Общий Бонус И Дают Еще Бонус Какому То Юниту Как То Так Доб Ход И Добиваем Эльведя Шикарно С каждого Сражения Стараемся Вытаскивать Максимальное Количество Плюгинов Без Потерь И Ну вот Осталось 7 Плюгинов У нас Есть Вот Первое Это Во втором Раунде Герой Получает 10 Мана 10 Ярости И Пираты Призраки Теперь Призывают Второй Отряд Кто Здесь Зачем Тревожить Меня Больного Человека Я лишь Хотел Узнать Не Нужна Ли Помощь Помощь Ты Хочешь Предложить Помощь У Нас Варваров Это Не Принято Варвар Должен Быть Сильным Иначе Он Не Варвар А Я Посмотри На Меня Думаешь Я Всегда Был Таким Слабым И Беспомощным Нет 7 Северных Ветров Нет Так Ты Вправду Хочешь Мне Помочь Расскажи Мне Свою Историю У Нашего Отца Вождя Было Три Сына Олаф Чернобородый Эгард Сильный Хротгар Хитрый Когда Отец Стал Слишком Стар Он Сказал Сыновья Мои Только Один Из Вас Может Стать Вождем Но Я Не Могу Выбрать Достойнейшего Отправляйтесь На Шамана Ухтыка Ухтык Шаман Ухтык Там у орков Такие классные Мина Олаф В бою Отнял Маску Шамана Рабума Доблестью Служившего Заслужив Право Стать Вождем А я А я Пал Жертвой Шамана Чар Заг 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 Слушай Дальше Пять лет Я был в плену У мерзавца Заг Заг Он Бил Меня Морил Голодом И кормил Едой От Мне выпали Все зубы От побоев Я почти оглох А болотный воздух Сделал меня Больным И слабым Посмотри на меня На что я горжусь Горжусь Приходится пасти коров Чтобы хоть как-то выжить Спас меня брат Олаф Но он не стал мстить Настоящий варвар Должен мстить За себя сам Но с моими врагами За меня можешь Поквитаться ты Я дам тебе Вот Ага Какая-то фиолетовая раковина Легко Я обещаю Нет Типа не убивай его Смерть Это слишком мало Для него Сотвори с ним Что-нибудь ужасное Брось его В яму с червями Или утопи В зловонном болоте Я недавно узнал Что этот Загзак Должен быть Где-то на ржавом якоре А там много гнилых мест Старик скачил Глаза его загорелись Но он тут же Снова осел Потратив Оставки сил На этот перерыв Впрочем Время сделало Меня мягче Просто оторви ему Руки и ноги А затем Отруби голову Сможешь? Я лучше Смогу Так Копаем Немножко Золотишко А тут Не приобрет А вот здесь Может что-то продается В инициативе Пиратам Морским волкам О Помогает дракончику Выкапывать золото Вблизи отрядов И позволяет Сократить время На перемещение Между островами Безумный гнев Свиток За 20 камер Так Очень сильный отряд Грифон Злобоглаз Еще один Злой рок Подлутали Дыхание Ада Ага А вот и Эрика Гордая Помните этого Левохода Варвара У которого Одиннадцать жен А Странные на тебе одежды Да оружие твое Да ты чужачка Я уж было приняло тебя За одну из наших Из селения Теперь вижу Обозналась Меня зовут Эрика Гордая А меня зовут Эмилия Я принцесса Дариона Наследница престола Неужели настоящая принцесса? Я про принцессу Только книжки читала Да рассказы от старых слышала Говорят они тоже Гордые И спесивые Книжки читала Надо же Приятно встретить В медвежьем краю Грамотного Варвара У меня есть старый журнал Мне его отец подарил После последней вылазки На Верон Один пучеглазый В захваченном замке Остался А отец домой воротился Гостинцев из Княжеских палат Привез В этом журнале Много про царскую жизнь Написано Только теперь Он мне без надобности стал Я уже расхотел У принцессы становиться Разве роль Сможет заботиться О целом королевстве Он даже обо мне Позаботиться не может Только о своих развлечениях Думает Какой из него царь Прямо во мне все Сочувствует Там короче Левобородый Этот Левоход Рыжебородый Варвар Одиннадцать Джон Говорит Не знаю Что-то ушла Вот эта вот гордая Жена моя Не знаю Как так А может отдать Мне журнал А можешь отдать мне журнал Когда вернусь Покажу его Писарем И архивариваюсь Заставлю книжки рисовать Отдать не отдам Но обвиняю На два магических кристалла Мне наш Волхов Обещал бусы подарить Если я ему кристаллы добыду Хорошо Пожалуйста Тут карта валяется Просто на другой остров Что? Царское рукоделие Журнал Посмотрите Написано Розовенький такой Царское рукоделие Подборка Содержит много советов Изготовления Безделушек Из ненужных вещей Позволяет создать Уникальное панно Глиняный страж Из тренировочного меча Круглого щита Рваного башмака И солеминой А Солеминой шляпы И глиняной миски У меня есть Тренировочный И я продал щит Нет Я продал щит Так И что? Герой получит 30 умножить на уровень Героя опыта За каждый предмет Карта лежит Берем карту Все Ржавый якорь Новый И сразу туда Сразу на ржавый якорь Класс Давайте поговорим По поводу мужа Эрика Я разговаривал С твоим мужем Рольфом Ха И что он тебе рассказал? Какая никчемная женщина Которая не хочет Повиноваться своему мужу Послушай меня Чужеземка Я Эрика Люблю мужа своего Рольфа Но любит ли он меня? Ты знаешь Что в каждом порту На каждом острове У него есть жена И дети Да, я не люблю походы Но не потому что боюсь Войны и крови А потому что На каждой мать его стоянке Мой муж бежит К своей очередной Ненаглядной жене 10 10 Карл Жон У Рольфа Левохода А я не хочу быть Одной из многих Я хочу быть Единственной И любимой Ты должна понять меня Эрика Гордая Никогда Не переступит Через свою гордость И не позволит Насмехаться На собой Так, хорошо Я на твоей стороне Постараюсь Заложить Ты не права И давай поговорим Ты не права О чем тут говорить Каждый раз В каждом порту И на каждой Мать его стоянке Извините Он бежит К очередной жене Едва якорь коснется дна А я Должна смотреть на все это И терпеть Ждать его на судне Готовить завтрак Разве будет Любящий муж Так поступать Со своей женщиной Так Может он не неправ Но он твой муж Ты обязан вернуться к нему Да Он поступает мерзко Я поговорю с этим твоим Рольфом Может он и муж Но ты обязан вернуться Ты думаешь он прав? Посмотри на других варваров Каждый может иметь По 10 жен Но вот только почему-то У всех По одной любимой Разве что У нашего предводителя Олова Но ведь он же вождь И у Белобородова Всего 3 жены А не 10 Короче Спорить можно долго Можно силой ее Попытаться вернуть Но я Не буду пока Потому что она очень жесткая Насколько я помню В оригинале Да Классные квесты тут Плывем на ржавый якорь Это новый остров Четвертый остров Знакомимся Кажется здесь Зак-зак находится Надо подрезать лидерство Посмотреть что по предметам Руны Ой Непобедимые враги Сразу плавают люди Стоп Собираем лидерство Смертоносно Вот можно убить Хей-хоу Новый посетитель Добро пожаловать В мое заведение Лучшие крепкие напитки Заморские блюда Ты сможешь отведать Только у Барни Тартуги Если сразу не дошло Представляюсь Я и есть Барни Хозяин этой таверны Так Что на продаже сразу Поясок Урон паукам Инициативы Дроиды Рынджовые Паучки Магия Фиговая Медведи Орки Ивель Гигант Они густо Я ищу работу Может найдется Какая-нибудь Тормотенка По работу Хочешь Есть у меня Одно дельце Подсунули мне Тут на стойку Эльфийский Отворотень Отбивающий Тягу К выпивке Надо Нейлону В таверну Здоровый дух Съездить С хозяином Тавилом Его Тавилом Его кличут По душам Поговорить Лекарство Выбить Из-за Строухова И мне привезти Я пока признаться Даже капли вина В рот взять не могу Сразу наизнанку Выворачивает Как я буду Теперь проверять Разбавленность Рома Этак в убыток Начну себе работать И по миру Пойду с веселым Роджером Так пояс Удачи дадут Так зачем ты его Попробовал Я постоянно Ищу что-то новое Чтобы предложить Своим посетителям Лучшее Что можно отыскать Вот и пробую Всякую диковинную Выпивку Многое я Перепробовал От гоблинского Молока Яков До спирта Из-за плесневелых Грибов А что до этого Отворотня Все-таки Отворотня Да я не знал Что пью Бывший друг Привез мне бутылочку Рядкого эльфийского Вина Пошутить хотел Я уже расквитался С ним по чести Он мне все рассказал Перед уходом На небо И про таверну Здоровый дух Классное название Только сейчас дошло На элоне И про хозяина Ее Тавила Придумавшего Эту гадость Хорошо Отыщем Противоядие Но у меня нет Доступа на этот остров Пока что Так Грязный Макон Эй Ты не похожа На одну из тех девиц Что я привык видеть На своем ржавом якоре Будь я проклят Ты одна из наемниц Уж больно вид у тебя грозный И не будь я трижды Грязный Макон Если я не прав Ты догадлив пират Лучше со мной не связываться Надо же Какая удача Впервые Госпожа Фортуна Повернулась ко мне Своим милым личиком Разрази меня гром Зовут меня Грязный Макон И я хозяин Этого треклятого Камня Называемого Ржавым якорем Глава нашей общины Погласи их всех Бездна И есть у меня Для тебя работа Мою крепость И столицу острова Это трижды Проклятый корабль Битый трапс Захватили орки Что ж ты сам То есть у нас Ребята Часто в таких Делах К наемникам Обращаются Так Косяк пираний Кстати Косяк пираний Может быть это Хаос Нет Я надеюсь Что что-то мне Дадут новое Подковы удачи Много всего дадут Хорошо Берусь Но орк Там кажется Очень жесткий Тут Сам по себе Остров Эти Смертоносные Ладно Пробуем Пробежаться Подсобирать Что можем Собиратель Кристаллов Дали Ой 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 Шамида Вы видели как Лутаем Как никогда Сейв Надеюсь Я успею уйти Хей Надо же Какая удача Что я тебя встретил Впрочем Что это я говорю Ведь моя удача Всегда со мной Так что тебе выпал Счастливый билет Так В чем подвох Ты не хочешь мне Встучить что-нибудь Ценное Нет Я бродячий торговец Лучше сюда Дело вот в чем Как-то в пещере Я нашел фонтан удачи И выпил из него Теперь мне всегда везет Фокус в том Что если я помогу Еще кому-то поймать Удачу за хвост То стану еще удачливой Удач Улавливаешь Направление мысли И самое главное Это действительно работает Уговорил Удача лишь не помешает Где пещера Едва вы оказались В пещере Как проход за вашей спиной Закрыли Огромным валуном Путь назад отрезан И непобедимый Впереди дракон Ах В Африке реки Понятненько Ага Поигранным Так Нет Извини Фонтан Удача Не для меня Так Рунку Подобрали Это что-то Они Никак Блин Да я никак Оторваться Не могу От них Лучников Слишком много Экзорцизм Три Отратить Не хочу Ну здесь На самом деле Вот с этим Можно было Попробовать Посражаться Надо просто Оторваться От первого И все Получше Чем Все Уже оторвались Сейф Пособираем Еще Сундучки Поговорим С Брюге А Слушайте Я ему уже Вроде как Должен Квест сдать Отлично А вот и Новый покупатель Мне как раз Подвезли Новую партию Отличной Контрабанды Контрабанду Ему сдать Нужно Прямиком Из подпольных Мастерских Монтеро Соломиный Шляпу Берем Сразу же Потому что Помните Можно использовать Винус Атака 5 маны Хорошо Ооо Дроид Командор Это новый Какой-то Дроид 270 Хитов Летает Стреляет В рукопашные Не Это Самая Броня Безглаза И Центр управления В армии Стоящая Из одних Дроидов Берет на себя Руководящую роль Класс Импульс Походившему Отряду Однозарядный И тут Однозарядный Давайте поговорим С ним В Монтиквариате Что это такое Старые Редкие Художественные Так Подождите Хлам 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 Вы Вытащили Из него Хлам 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 Гном Перебирал В уме Все Что собрался Недавно Выбросить Пожалуй Есть одна Вещица Лежит Уже Несколько Месяцев Привет С ее С Монтера Незнакомый Контрабандист Ему Очень нужны Были Деньги И я взял Всю партию За бесценок Что-то удалось Продать Заезжим Пиратам А вот Детский Грушечный Замок Пылится Все лето Я им Говорю Возьмите Детей Порадуйте Они машут Руками Какие дети Тут напива С Ромом Не хватает Неси Посмотрим Гном Сходил В другую Комнату Принес Изрядно Потрепнанный Маленький Замок Вы Осторожно Повертели Его В руках При каждом Касании Бока Замка Заметно Светлели От Облетающей Краски Ладно Пустяковая Вещь Авось Годится Что Спасибо Юная Принцесса Я надеюсь Десять тысяч Для вас Не станут Большим Бременем У меня Всего Десять тысяч Триста Семьдесят Пять Так Запомнили Замок Вот Гад А Еврей Мне кажется Контрабанда Жив Или я Не все Собрал Монстр Монстр Избездны Еще на Первом Острове Не взял Эрика Гудман Турнир И Видимо Не у него А Так Ты так Бегаешь Да Гад Непобедимый Очень Сильно Может Все таки Попробуем Давай Попробуем Посражаемся Мана Есть Пиратов Конечно Море Просто И Придется Тратить Экзорцизм Да Точно Потому что Тут Лучников Вагон Как же Слабо Как Как же Слабо Не справлюсь А Это Не лучники У-у-у-у Изявая Это скелеты обычные Милишные, поехали Сорри, тороплюсь Так, у нас тут есть хороший закуточек Несколько клеток выиграть можем Так что давайте Стеночки, ловушки расставляем Все как надо, делаем Мораль высокая у пиратов Очень высокая Улыбаются Так Пока что сюда Собирай Отходим вниз Вызываем на своей территории Надо вот спрятаться сюда Подготовиться хорошенько Наставить тотемов Срочно блокировать Ну ладно успеем Это заблочили Сразу ставим тотем Пока так Надо заблочить Видите, вот две клетки Желательно это Сюда Скветы Перебегут первыми Собакен может сам вперед побежать Это проблема Лавушка отстойная Просто Просто отстойная Ладно, травим Так, почему Почему ты не побежишь Ты вперед Ну, что за человек Так А-а-а Wait Блин Еще уворачиваться Вот Вот ты пес Просто пес Склет наверху Так А-а-а А почему Откуда А, потому что у него хастающий Он после телепорта же хастит Нет, нет, нет С ним я Просто не справлюсь Выманиваем Пробуем его тут Немножко Отмани Вымансить Получается Очень сильный Не-не-не-не-не-не-не Вон, еще какие-то квесты Непобедимые Так хочется утащить руну Может попробуем Руна магии Отлично Руна духа Еще слева вижу Зол Пять тысяч золота Что? А почему он не хочет Идти-то Хитрый какой Руна духа Руна магии Фон Гаузен Эй Эй Я к тебе обращаюсь Крыса сухопутная Ты не из Из-за моей бутылки Здесь оказался Какой еще бутылки Клянусь Безуменными утрами Соргала Дурацкая была Затея с этими записками Ладно Выкини с головы Тебя это не касается Пират присел Запустил руку в сапог И принялся там Шарить приговарив Приговаривая Тысячи полосатых акул Я уже готов был Поклясться Что она где-то здесь Не мог же ее потерять Похоже у вас проблемы Чем могу помочь Хм Есть кое-что Стукнула меня недавно Мыслишка одна Написать записку С просьбой о помощи Положить ее в бутылку И бросить в море А самому засидеть В засаде И ждать простаков Клянусь якорем Мне это казалось Гениальной идеей Пара неудачников И впрямь попалась А потом совесть Меня замучил Решил я назад Все бутылки собрать Дабы не вводить себя В искушение Может поможешь? Вылови оставшиеся Четыре бутылки и принеси Хорошее дело Возьмусь Причем они кажется В рамках текущего острова Находятся Поэтому Все взял Руну духа Интеллект А вон бутылки смотреть Руна магии Столько всего Тут подлутали Друзья Первая бутылка С запиской Седьмой уровень Непобедимый Блин Как же здесь много Краб Нет Этот остров пока Рановато мне Да влево не уйти Там Граница есть Такая Невидимая Еще один Сундучок Привет Соколик Руна магия Как меня щедро Одаривают Рунами Вы посмотрите Я бы подкопил Хотя магию Можно подкачать Магия Ускажения Второго уровня Архимаг Хорошо Лидерство Маны Поставим еще Некросов Поставим Демонологов Я хотел еще Дрессировочку Сделать В общем Нельзя тратить Сейчас руны Духа Если что-то И брать То Чисто Разведку Вторую Ради Это И взять Да Давай Уже 14 Это Кстати Еще 15 Процентов Урона Непобедимый Пират И попугай Который Кажется Сдаст Все Неси сюда Еще бочку Рома Ты откуда Птичка Ромба Свистать Всех Наверх Так Я не понимаю Что ты говоришь Черную метку Капитан Черную Метку А подел Что-нибудь Можешь Сказать Ромба Так Не понимаю Что ты говоришь Голова Раскалывается Кто тебя заставил Оставил Домой Каракатица Пернатая Покажу Как плюгены Воровать Морган Хороший Домой Домой Забрать птицу Нам дали пароль И надо еще Сдать Сдать Попугая Кажется Да Мы можем же Сдать А он Плюс 50 Лидерство А я могу Себе его повесить Куда-то Позволяет Добывать Баю На 3 Плюгена Больше То есть не 5 А 8 Я заправский Пират Да Ставим на плечо Себе Кло Этого Сажаем Пернатого Этого в оригинале Не было То есть был Попугай Но ты его не мог Забрать Кажется Записка с бутылкой Еще одна Вот еще одна Здесь золотишко Я богат Уже 18 кассарей На руках И Кажется Это последняя Бутылка Пойдем Сдадим Квест Вот как Кловит Добряк Хэм Ну здесь Народу просто Много Ну почти 300 Пиратов Ну вы издеваетесь Я Я не готов Уперся просто В текстуру Не в текстуру Вот этот бочонок Не выходил Никуда Еще одна Бутылка Четвертая Уже Между прочим Все Вот теперь Журнал заданий Обновлен Сдаем Квест Ну что Где мои бутылки Девятый вал Мне в корму Я никогда не чувствовал себя так поганым Мне бы хотелось поскорее чистить свою совесть Все бутылки меня Так-так Давай их сюда Бережно взял у нас бутылки Проверил каждую Плотно ли закупорено Уф Кажется больше никто не попался На эту дурацкую ловку Спасибо Я и впрямь Чувствую себя лучше А теперь давай Забираю награду Проваливай отсюда поскорее Мне нужен покой Три косаря 500 опыта Половина просто левела Сразу Бах За такой квест Простецкие абсолютно Слушайте А может мы корабль шторманем Кажется в корабле мы сможем закупаться Ну там андеды Героя там нет Экзорцизм Экзорцизм Ну а вдруг Попробуем Попытка не пытка Сейвы есть Сколько их Кучность Мне кажется по силам Их трындец Как много Но стоят они Настолько кучно Что может быть Лучник улучшит 300 колучников Нет Мало урона Я могу закинуть Облако конечно туда Но мне кажется Что Мы не выстоим Просто Просто не выстоим Пытаюсь сплэшем там Жахнуть Маловато будет Можно попробовать Закинуть Наиболее жесткий стак Потому что этот не угрожает У меня лучники беспокоят Вот на эти 300 лучников Закинем паутину Чтоб они не действовали вообще Дальше возможно Вызвать кого-нибудь Чтобы привлек на себя Внимание Поближе к лучникам Потому что пиратов Не так много 40-60 Это вполне убивабельно Какая тема Та-та-та-та-та-та-та Хотя есть вон 144 пират 140 500 урона Ладно Ход прожили Да Кое как Как мне нижнему убивать То есть, да, экзорцизм, понятное дело, на двоих Предпоследний экзорцизм Да... А, я еще дракончик не использовал в прошлый ход Либо он прострелит мне по собакам, но собаки, кажется, не доживут тупо Этот еще будет ходить Назад надо отходить Нереально, кажется Просто анрел Я еще не до конца отошел Просто в таком корабле... Сейчас раз минус 20 До свидания Может быть ночью, но... Но нет Так, хорошо, учитывая количество лидерства Давайте-ка я сделаю следующее Пойду на первый остров Паук 1 Паук 1 Пирата 3 С одной стороны, хотелось бы оставить пиратов только для того, чтобы плюгенов подобывать до 8 штук Ладно, попробуем справиться Тут просто много рандомного такого урона и хорошего Но... Ну ладно Пошло облако раз Сразу жахаем куда-нибудь в центр Урон хороший Пробегаем вперед максимально Если вызываем В кучу куда-нибудь дальше Вот эту штуку надо было отстрелить Что-то я не сообразил Это же молнией стреляет, да? Наоборот, сагрила Правильно, короче, сделал Она сильно не бьет, а попала по демону Который дополнительно сходил Как же он месит, а? Три удара уже сделал за один ход Так, пираты нормально Да я не хочу делать Короче, давайте дополнительно лучший ход Не хочу там ставить тотемы Бежим вперед Кое-как Давай сюда без штрафа Очень плотные враги Ага Далее Закинем масляную облакость Хотя масляные особо не нужны Это мы сокрушающим сразу ушатываем Если нужно Вот это вот опасный орк Самый опасный из оставшихся Ну и чародей, конечно же Который Который полтысячи хп Wait Так Ключевое это пиратами прорываться Это опасно Нет, чародея надо было дракончиком пытаться убивать Он со своей атакой Пират прорывается Первый плюгин из восьми Уже Будем сейчас фармить Это два Главное дальнего пирата Не про Демон тащит Ладно, давай поставим здесь Один тотемчик Потому что пока мы с верхними разберемся Он успеет два-три хода Два-три хода И день наступает Прям в реальном времени Что за магия Время идет и в бою А там что-то писали Да, типа Две минуты за ход Продуман Здесь я не могу стрелять К сожалению Только уйти хочу От вот этого товарища Здесь wait Тут тоже Death Я маг беспокоит Хорошо он тратит ход еще на демона Ради плюгина пробиваем Раз А, и минус один пират уже Это уже четвертый плюгин Пятый, шестой, седьмой Воскресить пирата надо не забыть Паук живет Эти живут Пробиваем Раз Блок Все еще Обилки использовать не могу Чародея пробуем Но не хватает урона На чародея Не хватает Death Должен пауку вытанковать 3-6 Я думаю все-таки подлечить пиратов Взять так Что? У нее что, резист к магии дикие какие-то? Вот Видимо да Паук еле живой Ой, плохо Я вообще на грани тут Плюгина на раз Пучника надо убивать Потому что он будет ходить раньше Это уже седьмой, да, получается Плюгин Хорошо Зомбарь справился Ееее Маг умирает Так Классно Дев 4-5 4-5 Двоечка Ну хорошо Добиваем Я не буду ничего выкапывать Да боюсь, что переж... Или я сейчас не добью этого Добил Так нельзя делать Добиваем Просто Все Не будем Ничего копать Оооо Далее Артефакт Кажется он реген маны увеличивает Вы получили Птитверл Моряк Ееее Что дает? Плюс 1 1 единица скорости Юнитом С холодным оружием Теперь пираты будут ходить Не на 3 На 4 Дааа А у кого еще холодное оружие? А еще что? Разбойники получают Способность задира Удвоенный урон по гуманоидам Разбойники Но у меня нет разбойников Следующее звание через 25 плюгинов То есть это 4-5 боев Так Артефакт Ликвидирует накопленную в боях ярость Увеличивает скорость восстановления Магической энергии Навсегда снижает Максимум ярости На 5 При использовании Повышает лидерство На 100 И защиту на 1 Ярость на 5 Это сильным Кстати я Соломенную шляпу не взял 40 лидерства Уже некроманты могу купить За это Пирата скорее А подождите Здесь же я еще злобоглаза Должно было одолеть героям За него и награда полагается Между прочим В общем башню виднеется Вдали Особая Можно сходить на нее Время поджимает Ааааа Так стоп Да прямо Прямо И вот сюда заворачиваем Немного слабее написано Но он кастовать будет Скотина сразу раз в слабенькая стрелка что у нас здесь есть по сути ничего здесь нет по сути ничего я бы превратил вот этого барана дальше пробил бы злобоглаза чтобы не стрелял лишний раз и полез бы просто вперед всеми не стоит затягивать сражение не стоит ничего выкапывать потому что он стрелочка меня может задолбать туда 40 50 урона сюда 40 50 урона до ради плюгенов я готов бой полезть 8 слабенько давайте еще пиратик подведем хотя маневренность уже у них единичка скорость отрешает хорошо ослепил зомбарей это неважно тут пора наверно делать яд но их там с характеристиками вообще беда подход с его им раз этот бит и тот бит и да все биты и тут нижняя рыбка ради плюгина раз подрезанным дальше второй пират но он не ушатает может быть а он и вниз отбегает но этого желательно превратить барана снова потому что у него инициатива и скорость высокая двадцать шесть второй прыгин тридцать четвертый пятый отлично тут так довели хорошо врагов на и убьет и не добегу это правый пират участвую хотя если так отойду оттуда бежать могу есть просто продаж вообще погодите это вот так добиваем все для плюги на все для победы 2 а подождите у меня же еще сетка есть не давайте повыкапываем сундуки потому что я если есть если остается один юнит и у меня есть сетка то фактически это два свободных хода соответственно он не будет ничего кастовать ярость у меня есть ничего не останавливает все собираем собираем раз собираем два три-четыре сундука прекрасно вот заклинание подходим собираем здесь врываемся потому что можем пираты очень маневренный класс чуть-чуть правда не хватает но нормально держали и у меня еще есть один ход здесь 30-40 60 с критом мой дурак мой вот им дурак все его отпускает агру снимаем раз здесь пока не бьем потому что мы его добьем мне нужно сначала сундук взять шикарно потом добиваем еще один плюгин и штук шесть собрали за за этот бой без потерь так смотрите защитные свойства хп или все-таки толчок плюс один очень хорошая тема урон возрастает в два раза почти и добавляется толчок сокрушающий удар да по квесту выполнили убили этого героя и за ним еще ну там может тут какой я вижу яйца всякие мелочевку мне кажется что остался то ли один некромант последний то ли никого на этой карте первые уже нет да зомбарем тоже видимо дали плюс 1 единичек скорость я никого здесь больше не вижу докупить зомбарей кстати можно в резерв зомбарей этих уволить ну чтобы по мере повышения лидерства была всегда замена так первый остров мы с вами зачистили возвращаемся идем на второй почти восьмой уровень сегодня так бодренько идем хорошо надо некраса закупить когда при приплывем на остров второй замки кого ночь там нет ничего ценного вроде как может не увольнять а улучшить был я не хочу тратить трофеи которых впритык на улучшение зомбарей которые в избытке я бы подкопил под т3 под т4 если это так работает палку за 8к на 250 лидерство брать не знаю может быть я из упрянства не хочу брать потому что мне советуют уже третий раз эту палку брать я хочу посоветовать засунуть эту палку куда-нибудь но боюсь показаться не не очень толеранты вот собираем некромантов здесь вот она палка вот и на этом острове можно попробовать убить пак с вампирами которые только ночью подождать на самое утро 8 часов 30 минут 8 30 12 30 12 30 17 30 да 19 30 и налый ветер три часа это у нас получается уже близко до вечера но не до конца вечер меня не устраивает тэрэдэдэ дэн тэн 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 четыре ну давай 33 может быть еще успеем к под утро вернуться тех по утра еще нет нет уже утра Уже светает в 4.30 у них Что за люди такие? 15.40 15.40 22 часа И за 3 часа туда Еще не стемнело, правильно? 22.40 И ночью мы приплываем Да Хорошо Там был довольно жесткий пак Который Который храняет карту Не этот, а следующий Очень сильно написано Поехали С Богом Тут был жирный пак лучников Которых кроме как баранам я не могу никак нейтрализовать Их при этом надо постоянно отстреливать Их слишком много Вызываю пиратов Надо как-то подспрятать уязвимых Ну зомбаря в том числе Расставить тотемы И организовать вот Здесь обороны Полетит сразу вам босс А так у него 38 Что делать? Ну сетку кидать А толку? Ну что там погасит? Мы можем Надо короче кидать сетку А потом возможно стенку Сделать Чтобы Стоим сюда С амону выиграли Немножко времени Вообще я хотел Я же сокрушающий сделал Хороший И лучников Наверное надо сейчас С сокрушающим Дорогим Но Зато стенки не будет Но хотя бы Один ход У меня должен быть Я надеюсь Волк добегает Он будет ходить Первым Причем у него 4 хода Он добегает Только до этого Да? Два Три Четыре Это мы можем отвести Ладно Давай Паучком пока что сюда Wait Этим назад Чтобы волк просто Или он добегает Он добегает Бегово Минус пират Сейчас будет Не тот пират Конечно Все равно больно Снимаем агру Пробиваем его Увы Превращается уже Лучник в себя Самого И тот самый момент Когда я должен Его снова Превращать В барана Потому что 70 лучников Это очень много Здесь выстраиваем Чтобы хоть как-то Они должны были Оббегать Пора чуму делать Я даже Вот этого Не убиваю Нормально Без чумы Есть подозревание Что Там еще Вампос А он Замедлен Вампос Замедлен Сюда Белки Пробить Может Хорошая тема Я подставляюсь Под тотем Но зато Наношу Очень хороший урон Вокруг Без ответки Ответку Там по-другому Сделаем Давай сначала Так Посмотрим Что за урон 8-10 Хорошо Здесь 2-3 Статы у него Снижены Но мне кажется Он все равно Пробьет Будь здоров Да Я думаю Дракончиком Его подбить Но если я Дракончиком Пробью Потом у меня Не будет маны На нейтрализацию Лучника Поэтому Вынужден Надеюсь Что либо он Паука Проатакует Либо Проатакует Вот этого Битого Пирата Которого Атаковал В прошлый раз Он превращается Вызывает Волка И тот Атакует Хорошо Здесь снимаем Агру Который Почему Почему Я не могу Понять По нему же Или вот этот Типа удар Считался Слоу На вампосов Дополнительный ход Поехали Хорошо Резурект Мы не можем Сделать На демонов Во-первых Угрожает Пропустил Надо уходить назад Вейт 180 Не воскрешаем Даже А лучник 180 Минус Паукан Почему Он не отвечает Не понимаю Снова По лучнику Посчитаю Белка Оборотни Оборотни Это видимо Его Терпимость Нет Ночное Зрение Духов Оборотня Покидает Путешествует В то время Тело уязвимо Не проявляет Признаки Жизни Ничего В себе Ладно Раз уж У нас Есть Потери Давайте Рубим Просто Рубим Ах ты Пес Закидываю В лучника Сетку Здесь Здесь Даже По По Пирату Наверное Драконом Пробью Да Жесткий Он Плюгин С потерями Конечно Попроще Ответка Плюгин Пробиваем Запасные Зомбари Есть Ладно Я думаю Нормально Учитывая То что Откроется Еще Пятый Остров После Этого Думаю Нормально Плюс Много Опыта Дадут За это Два Паука Где-то И пять Зомбарей Мы потеряли Я думаю Я думаю Что Вытерпим Другой Остров Другой Тракон Другой Другой Это я не прочитал, естественно Отвратительно Вот начал играть, абы как Просто и все Просто абы как У них двойной урон по этим По аналогичным пиратам Ой, ну конечно Попробуем выкопать клад Взять и добить Очень много потерь в этом бою Так нельзя проводить Надо заканчивать уже поздно Добиваем Есть 15 где-то зомбарей 12, 3 паука Левел 8 зато И... И карты здесь нет А почему я думал? А потому что когда я проходил В оригинальной игре Здесь лежала карта Ха-ха-ха, дурак Хорош Просто хорош Красиво, Миша Красиво Зачет Ладно, друзья Спасибо за то, что смотрели Хочу сказать, что Во-первых Предстоящая неделя И дальше Будет полна Интересными событиями В эту субботу Начинается Голд В Китае Будут наши Корейцы Китайцы Это лан-турнир Будем болеть Хэппи Кэш Фоги Хав Кого-то из них не будет Не знаю, кого точно Хандрес Место проведения При этом В декабре Будет у нас Финал Русбрейн Капа Сразу после окончания Финала Русбрейн Капа Начинается еще один турнир С хорошими призами Пока он не прононсирован Но это инсайт Вам понравится Тоже по Варкрафту По рефорджу В конце ноября Начнутся трансляции Турнира по героям 28 ноября Стартанет Первый матч Четвертьфинала Или полуфинала Как по расписанию Посмотрим Уже с трансляцией Все как надо До 8 декабря Будет проходить Ну да Рефордж выходит 12 декабря То есть Тут прям Ух Столько всего Спасибо за то Что смотрели Спасибо за то Что болели Увидимся с вами Завтра вечерком Пока Я не буду сохраняться Вполне вероятно Я этот бой переиграю Потому что Так жалко Просто ни за что Посражался